Всем привет! В этом видео я хочу показать вам один очень полезный сайт. Называется он Kyryakuya, то есть книжный переулок. Его адрес kyryakuya.fi. Для того, чтобы использовать этот сайт, вам понадобится программа Adobe Flash Player. Выпускаем Adobe Flash Player и видим вот такую картинку. Этот сайт предназначен для финских школьников. Здесь очень много полезных упражнений, которые пригодятся при изучении финского языка. Желтенький дом номер один для первоклассников. Затем идем по классам. Второй класс, третий класс, четвертый класс, пятый и шестой. Нажимаем на желтый дом. И здесь у нас самые разные этажи. Начнем с самого нижнего. Когда вы наводите на него мышку, вы слышите звук. Нажимаем. И что мы здесь видим? Какие-то непонятные упражнения. Давайте посмотрим. Куntele. Милля äänteеля сана alkaa? Кликкаю oikeаа киряинта. Сипули. Как видите, все задания на финском языке, поэтому некоторые задания могут быть немножко сложными. Здесь вам надо нажать на букву, с которой начинается вот это слово. Прослушать слово вы можете еще раз, нажав на значок звука. Сипули. Сипули. Соответственно, нажимаем на «с». И так далее. Мы не будем делать все упражнения. Давайте посмотрим теперь раздел «санат», то есть слова. И начнем с номер один. Здесь пригодится умение делить слова на слоги, потому что вот здесь они разделены на слоги. Точка посередине строки обозначает слог и раздел. Вы можете прослушать слова, нажав на значок громкоговорителя. Теперь надо посмотреть, куда же подходит вот это слово «су-дэн-кор-эн-то». В какой ящичек. Но начать можно с более простых слов. Например, вот в этом ящичке только четыре буквы и два слога. В этот ящик подходит единственное слово. Суши. Вот вы нажимаете мышкой и перетаскиваете слово в ночь. Появляется картинка и вас хвалят за правильно перенесенное слово. Конечно, переносить их можно и методом проб и ошибок. Что ещё приятно, вы можете потренироваться слушать эти слова и повторять, то есть тренировать своё произношение. А мы идём дальше. Номер два. Здесь вам надо знать, что изображено на картинке. На картинке изображена сумка. Вы берёте нужные слоги и перетаскиваете их на строчку. Как видите, знак слогораздела появляется сам. Затем вы нажимаете на проверку. Таркиста. Касси. Всё замечательно. Всё у нас получилось. Теперь у нас корона. Перетаскиваем слоги на строчку. Слогораздел появляется сам. И нажимаем на проверку. Круну. Круну. Отлично. Идём дальше. Вот это очень хорошая игра, в которую можно играть в одиночку или вдвоём с кем-то, например, с ребёнком. Пелаа муисти пелия. Юксин. Юксин означает играть в одиночку или можно играть парень-канса. С кем-то. Нажмём на Юксин. Юксин. Здесь у вас две половины доски, на одной половине слова, на другой половине картинки. Как вы догадываетесь, надо найти правильную картинку, которая соответствует нажатому слову. Как только находится пара, она остаётся и уже не закрывается. Надо найти все пары. Очень интересная игра помогает выучить слова. Идём дальше. Номер четыре. Куунте. Кирюйте сана oikeaan таву-руудукко. Тули. Это замечательное упражнение, которое помогает воспринимать финские слова на слух. То есть вам надо прослушать слово и вписать его в подходящую схему. Если вы хотите прослушать ещё раз, нажмите на значок громкоговорителя. Тули. Тулей. Мы отписываем Ту-Е-Ну. Давайте посмотрим. Тавут. Слоги. Нажимаем на любое упражнение. Куунте. Милла таву-ла сана алка? Кликкаа oikeаа тавуа. А-си. Прослушайте, с какого слога начинается слово и нажмите на правильный звук. Если вы хотите прослушать ещё раз, то опять же наш значок нам в помощь. А-си. Слово а-си начинается с длинной а. Хиенуа. Сиили. Сиили. Хиенуа. Имури. И так далее. Идём дальше. Лау-се. Давайте посмотрим теперь уровень предложений. Уунте. Лау-се. 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 Здесь вам надо записать предложение, которое вы слышите. Не забывайте большую букву в начале, предложение, и точку в конце. Янис сяикяhtает. Хиеное. Метцесса касваа суури пуу. Это шикарное упражнение на восприятие финской речи. Перота лаусеен санат. Киржоита. Это упражнение попроще. Здесь у нас уже дано готовое предложение, но вот бы да, все слова склеились в одну длинную линию. И нам надо разделить эту линию на отдельные слова. То есть мы записываем это предложение. Не забывайте большую букву и точку в конце. Хиеное. И еще одно упражнение. Таивута сана лаусеесеен сопивакси. Киржоита. Здесь нам надо решить, в какой форме должно быть вот это слово. То есть мама слушает новости. Хм. Хиеное. Хиеное. И так далее. Последнее упражнение в этом разделе. Сиирра лаусеен ylimääräinen сана Роскакории. Итак, у нас есть предложение, но одно слово в нем лишнее. То есть вам надо очень хорошо понимать, о чем это предложение. Это лишнее слово нам надо подцепить мышкой и перенести в корзину. Хиеное. Я обещаю не пылесосить собственную комнату. Довольно странное предложение, не так ли? Все-таки я обещаю пылесосить свою комнату. Хиеное. И давайте посмотрим самый верхний этаж. Там у нас раздел текстов. Ткнем на номер один. И так, у нас тут куча предложений и картинка. Нам надо прочитать эти предложения и выбрать, что подходит под картинку. Хиеное. Давайте теперь посмотрим другой домик. Синенький. Здесь тоже есть уровень букв и слогов. Давайте его посмотрим. И начнем с номера один. Здесь уже нам никто не говорит задание. Его надо прочитать. Это упражнение на знание алфавита. То есть какая следующая буква в алфавите? Хиеное. Посмотрим другое задание. Отличное упражнение, чтобы тренироваться разделять финские слова на слоги. Здесь надо записать их по отдельности. То есть через черточку. И нажимаем на проверку. Давайте посмотрим другой раздел. Раздел слов. Здесь надо решить, произносится ли в слове длинное, гласное или короткое. Слушаем еще раз. Нажимаем на тот вариант, который мы слышим. Это отличное упражнение на развитие слуха. И отличная тренировка на восприятие длинных и коротких гласных. Здесь надо нажать на слово, которое мы услышали. Как вы слышите, здесь уже идет тренировка на двойные согласные. Здесь надо написать слово, которое мы услышали. И внимательно с двойными согласными и гласными. Нажимаем на проверку. Если мы хотим прослушать слово еще раз, то нажимаем опять же на значок громкоговорителя. Здесь надо сделать слова. То есть у нас даны вот эти пары букв, и нам надо их мышкой передвинуть в нужное место, чтобы получилось разумное слово, естественно. Это упражнение не только пополнит ваш словарный запас, но и поможет с особенным вниманием относиться к двойным согласным и гласным. Теперь вы понимаете, как много тренируются финские школьники, чтобы грамотно писать. Надеюсь, вам понравился этот сайт. Здесь можно очень много всего делать, очень много рассматривать этих упражнений, тренироваться, делать их заново, снова и снова, пока не будет получаться идеально. Помните, что вообще-то этот сайт не предназначен для иностранцев. Он сделан для финских детей как дополнительное упражнение к тому материалу, который они проходят в школе.